Благоденственное и мирное житие, здравье же и спасенье, и во всем благое поспешенье, О дождь, Господи, святейшему патриарху Кириллу, с богохранимою его паствою, и всем православным христианам, И сохрани нам многое и благое лето. Многое, 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 Многое лето, Многое лето, Многое лето сотворим, Господи, Многое, Многое лето, 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 Многое лето Многое лето Многое лето Многое лето 25 сентября 2010 года в завершении первосвятительского визита в Якутскую епархию Святейший Патриарх Московский в Сеяруси Кирилл прибыл в город Мирный Утрапа самолета и его святейшество встречали епископ Якутский Еленский Илья Руководитель администрации президента и правительства республики Саха-Якутия Айсен Николаев Бывший президент республики, а ныне представитель Якутии в Совете Федерации Вячеслав Штыров Глава Неринского района Ильдар Султанов, а также президент компании Алроса Федор Андреев Из аэропорта патриарх Кирилл направился в Свято-Троицкий храм на встречу с прихожанами и общественностью города Мирного У ворот его святейшества встречали настоятель Троицкой Церкви, отец Владимир, Мирненское казачество, воспитанники православной гимназии имени святителя Иннокентия и жители города Благословив прихожан, патриарх Кирилл в сопровождении духовенства Якутской Японии Епархии прошел к алтарю Свято-Троицкого храма Первым к предстоятелю Русской Православной Церкви, а также ко всем присутствующим, с приветственным словом обратился владыка Якутский-Еленский Илья Дорогие отцы, братья и сестры Якутская Епархия празднует свое 140-летие со дня своего образования И в этот юбилейный год город мирный посетил наш святейший владыка, патриарх Московский и всея Руси Кирилл Мы от избытка сердца Переполнены это сердце радостью Радостью о том, что мы встречаем своего отца В этом, мягко скажу, прохладном крае Но вы видите, что сердца и души наших прихожан По глазам видны, что они теплы и горячие В своем молитвенном настрое при этой встрече Город мирный, вы знаете, он очень молод И этому храму всего лишь 10 лет Но по своей красоте он не уступает и другим храмам нашей Святой Русской Православной Церкви В этом храме возносятся молитвы и о вас, ваше Святейшество И о этом крае, и в целом о всей полноте Русской Православной Церкви И мы молим Бога, Матери Божию, угодников А наипаче вашего небесного покровителя Икону, которую мы сегодня вам преподносим, ваше Святейшество Просим его, чтобы он у престола Христа Жизнодавца Вновь и вновь укреплял ваши силы физические и духовные На благослужение Матери Церкви, возлюбленного Отечества нашего На многое блага и лето Настоятель Свято-Троицкого храма, отец Владимир Преподнес патриарху икону святого равноапостольного Кирилла Созданную местными мастерами из бивня мамонта и кедра Далее к собравшимся обратился сам Святейший Патриарх Ваше Высокопреосвященство Преосвященнейший Владыка Илья Якутский Иленский Ваше Преподобие, Отец-Настоятель Дорогие отцы, братья и сестры Я хотел бы выразить глубочайшую радость В связи с тем, что имею возможность вступить на эту землю В трудных условиях, в тайге Сравнительно недавно Был заложен этот город И сегодня он известен во всем мире Как центр промышленности Имеющий очень большое значение для всей страны Здесь трудятся образованные люди Трудятся в очень непростых условиях Но здесь одновременно развивается социальная жизнь Город хорошеет И все это видно невооруженным глазом Достаточно проехать от аэропорта до храма Чтобы увидеть, насколько красив ваш город Но мне особенно, как патриарху, радостно Что в этом городе построен этот замечательный храм По красоте своей и действительно не уступающий храмам В больших, крупных городах Чувствуется, что с большой любовью созидался этот дом Божий И здесь вы собираетесь для молитвы Для встречи с Богом Когда мы входим в общение с Господом Мы становимся сильнее И многотысячная история Рода человеческого И Ветхого и Нового Завета Дает нам множество свидетельств о том Как умножалась и умножается сила людей Когда они входят в общение с Богом Когда они молитвой Приглашают Бога в свою жизнь Для того, чтобы Страна была благополучной Для того, чтобы люди жили и материально И духовно хорошо Особенно в наше время Необходимо хранить веру в сердце Потому что наличие современных технологий Материальных средств Иногда играет с людьми злую шутку Им вдруг кажется, что опираясь на эту материальную человеческую мощь Можно решить все задачи Лишь бы были деньги Знания Знания Технологии Это глубочайшее заблуждение При помощи материальных средств И можно решать Материальные задачи Но человеческое существо В центре своем Имеет бессмертную душу Понятие счастья Которое так важно Для каждого человека Это понятие духовное Это состояние души И каждый из вас Это прекрасно знает И вот без Бога Сформировать это состояние Невозможно Людям иногда кажется Что Счастье Это веселье Современные люди Любят себя развлекать весельем Смеяться Думая, что это и есть счастье Смех проходит И очень часто Появляются слезы Веселье тоже нужно Человеку Но веселье Не есть человеческое счастье Человеческое счастье Это полнота жизни И вот для того Чтобы испытывать Это счастье Эту радость в сердце Нужна Божья помощь Бог укрепляет Наши физические И духовные силы Он исцеляет Нас волей своей Болезней И душевных И телесных Он помогает нам Преодолевать Трудности жизни Устрояя мир По его закону Я очень надеюсь Что та духовная жизнь Которая существует В городе мирном Будет и далее развиваться Что все больше И больше людей Будут чувствовать Эту внутреннюю потребность В общении с Богом Будут соотносить Свои мысли И свои поступки С божественным Нравственным законом А жизнь по Божьему закону Есть правильная жизнь Я хотел бы поблагодарить Священнослужителей Которые трудятся В этом храме В благочине Я рад видеть вас Дорогие отцы Здесь Во время этой встречи С жителями города мирного И в память О своем посещении Этого святого храма Хотел бы преподнести Вот это на престольное Евангелие Это не простой Евангелие Это очень старинное Евангелие Но мы отреставрировали Его И я подумал так Что в современном Городе Где все очень современное Где все очень молодо Нужны какие-то реликвии Которые бы связывали День сегодняшний С нашей историей Пусть это Слово Божие Написанное нашими предками Помогает вам Понимать волю Божию И вжить в соответствии С этой волей Храни вас всех Господь Я хотел бы Выразить особую благодарность Вячеславу Анатольевичу Штырову За то что В бытность президентом Якутии Вы так много Сделали для укрепления Православия в этой Северной земле Вы сделали много Других добрых дел Которые помнит народ Но то что Построены храмы В якутских городах Это бессмертный памятник Храмы переживают Компанию Компанию Алроса За финансовую помощь В строительстве Этого храма И многих других И хотел бы отметить Патриаршей грамотой Султанова Ильдара Ильдара Рифовича Главу Администрации Муниципального Образования Мирненский район Во внимание К помощи Якутской Ленской епархии Русской Православной Церкви И в связи С 50-летием Со дня рождения Вам В память Об этом событии И благодарность За ваши труды Вручается Патриаршая грамота Аксиос 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 И слава Рейдинес Влада Далее Святейший Патриарх Кирилл Прошел на площадь Перед храмом К месту закладки Первого камня В основании Нового здания Городской Православной Гимназии В честь Святителя Иннокентия Вениаминова Евангелия Благословляет И освещается И освещается Закладной Камень В основании Православной Общеобразовательной Гимназии Во имя Святителя Иннокентия Митромолита Московского Во имя Отца И Сына И Святаго Духа В закладке Нового здания Православной Общеобразовательной Гимназии Приняли участие Представитель Якутии В Совете Федерации Вячеслав Штуров Епископ Якутский Ильянский Илья Директор Православной Гимназии Иеромонах Серафим И президент Компании Алроса Федор Андреев По окончании Церемонии освящения Патриарх Кирилл Обратился к собравшимся На площади горожанам С первосвятительской речью Я хотел бы поздравить Всех нас С этим замечательным Событием С закладкой Камня В основании Православной Общеобразовательной Гимназии Имени Святителя Иннокентия Митрополита Московского Как замечательно Что создаются Такие школы Долгое время Церковь и образование Церковь и науку Искусственно отлучали Противопоставляли А вместе с этим Противопоставляли И людей Сегодня мы Вошли в тот Период Отечественной Истории Когда действительно Собираются камни Когда разрушаются Средостения Когда у людей Укрепляется Сознание Того что Вера Непременно Должна Нести людям Знания А знания Непременно Должны быть Одухотворены Великой Нравственной Идеей Тогда Человечество Имеет шанс К существованию В будущем Я Желаю Всем Кто будет Строить Гимназию Кто будет Ее Финансировать Скорейшего Выполнения Добрых Замыслов Пусть Господь Преклонит Милость К строителям К жертвователям К организаторам И конечно К детям К педагогам Потому что Они будут Наполнять Это здание Тем содержанием Ради которого И здание Строится Пусть Благословение Божие Пребывает Над всей Молодежью Города Мирного Над молодежью Якутии Над молодежью России Пусть Господь Хранит Юные Сердца От Рыковых Ошибок Способных Исковеркать И изуродовать Жизнь Пусть Господь Наполняет Эти сердца Миром Радостью Любовью Добротой Отзывчивостью Терпением Пусть Господь Дарует Мудрость И знания Молодежи Которой Придется Созидать Наше Отечество В 21 Веке Храни вас Господь Молодежь 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 Песня «Песня» Завершив свой краткий, но столь значимый и благодатный для города Мирного первосветительский визит, патриарх московский Евсея Руси Кирилл отбыл Москву.